Я возглавляю организацию «Спорт против наркотиков» и члены сполкома федерации футбола «Риван». Ну и как бы еще там всего есть. Поэтому уже лет 15 подряд я занимаюсь активно проблемами наркомании в Украине. Да и не только в Украине. И поэтому ваша команда «Нью Лайф» успешно играет у нас в футбольной лиге. Кто играет в этой лиге? О, видите, здорово. То есть я не обманываю. И вот давно хотел приехать к вам в гости и просто как бы так пообщаться с вами. Почему? Потому что проблема наркомании, она очень серьезная. И то, что вы сделали первый шаг, уже попав сюда в реабилитационный центр, это уже первый шаг на пути к успеху вашей жизни. Ну, никого с силком сюда не загоняли, правильно я понимаю? Да. Все добровольно пришли. Почему пришли добровольно? Потому что мы устали жить так, ну так, правильно? То есть осознали, что дорогам никуда, сделали какую-то ошибку, и теперь надо как-то с этого выруливать, выкарабкиваться и так далее. Я вам скажу одно, что вопрос этот решаем, вопрос этот решаем. Нету ничего невозможного, все в ваших руках. И как вы захотите свою жизнь построить, так вы и построите. Вот, находясь здесь в реабилитационном центре, вы здесь получаете какие-то знания, навыки, то есть научиться жить без наркотиков. Но самое главное, начнется практика, когда вы выйдете за стены реабилитационного центра. Поэтому, чтобы победить наркотики и бросить наркотики, изменить свою жизнь, ребята, я вам скажу одно, что должна быть сильная, сумасшедшая страсть для этого, должна быть сильная, серьезная мотивация для этого. Если у вас этого огня внутри не будет, вы никогда не решите эту проблему, вы никогда не победите эту проблему. Почему? Потому что если, знаете, вот так вот плыть по течению, ну сегодня здесь в центре, завтра выйду, завтра разные ситуации, опять начну и так далее. То есть, находясь здесь в реабилитационном центре, вы должны поставить для себя цель, ради которой вы должны будете жить. Если вы словите этот мир в своей жизни, если вы словите на вот эту птицу удачи, так сказать, если можно выразиться в своей жизни, то вы, выйдя отсюда, у вас будет смысл в жизни. А как только у вас появится смысл в жизни, вы сразу же начнете действовать. И у вас, ну, наркотик, он все и дальше, и дальше, и дальше будет от вас отделяться. То есть, вы не будете, ну, у вас поменяется круг общения моментально. У вас начнется новые какие-то этапы в жизни. Вы начнете оценивать, что есть жизнь классная, кайфовая, без наркотиков, без всякого допинга, который, ну, просто ведет к деградации, к уничтожению здоровья, и к самым страшным проблемам, конечно, никто их к смерти ведет. Поэтому я вам так скажу, что все, вот, вы сюда пришли в реабилитационный центр уже с каким-то багажом. Все, от этого никуда не денешься, ну, все, вот он есть. Не надо ни сожалеть ни о чем, ни жалеть, ни, ну, как бы, искать какие-то сейчас причины. То есть, вы проанализировали свою жизнь, вы поняли, что это плохо, пришли сюда в реабилитационный центр. Все, настройте свои мозги на программу, что вам делать дальше, как вам жить дальше. Вот, если вы это начнете сейчас сделать, все, тогда вы начнете, как бы, вы увидите, как к вам придет внутренняя энергия такая. Внутри вы почувствуете энергия, вам захочется жить, вам захочется, ну, что-то делать. Вы увидите, ну, что нету преград вообще в жизни, нету ничего невозможного. И самое-самое, что бы я хотел вам посоветовать, это ищите примеры людей, которые, ну, смогли победить эту проблему, смогли добиться чего-то в жизни, смогли, ну, влиять на эту жизнь. Понимаете, если мы не будем влиять на эту жизнь, там, допустим, ну, какими-то хорошими поступками, делами и так далее, то эта жизнь, она начнет на нас влиять. И тогда мы, рано или поздно, ну, люди возвращаются опять к наркотикам. То есть я к чему все это говорю вам? Я вам это все говорю, что вы должны понять, самая основная жизнь начнется, это после того, когда вы выйдете с реабилитационного центра. Если вы не знаете, что вам делать дальше после реабилитационного центра, мой вам совет, лучше вообще не выходить отсюда, потому что все равно вы, ну, вы вернетесь к наркотикам. Ну, это факт, это, ну, почему люди приходят к наркотикам? Почему люди приходят к алкоголю, к каким-то допингам от неудовлетворенности в жизни? От того, что они не могут себя найти в этой жизни? От того, что, ну, или они были, ну, научены, не научены удержать что-то в своей руке? Ну, было же у кого-то дело какое-то, правильно? Или, ну, не смогли удержать, правильно? Не умели распоряжаться правильно финансами и так далее и тому подобное. То есть, самое главное сейчас научиться вот этим вот вещам. Самое главное, я всегда говорю, ну, поставьте перед собой цель. Вот есть у кого-то мечта какая-то в жизни? Есть? Вот какая у вас мечта в жизни? У меня мечта реализовать то, что я в употреблении не смогла, это записать свою музыку, запатентировать ее, сделать сборник стихов. Потом я хочу создать свою выставку рисунков, озвучить ее и, ну, открыть какое-то заведение без алкоголя. Это может быть кофейня, чтобы там была живая музыка. То есть вы творческий человек? Да, я пианистка. Пианист, да? И творческие люди, они, как правило, ну, подвержены очень, категория людей очень подвержена, ну, как бы, вот алкоголь. У вас алкоголь, наверное, было или наркотики? У меня алкоголь и наркотики. И наркотики. Сначала алкоголь, а потом решили на наркотики. Правильно, правильно? Да, правильно. Ну, видите, я, ну, как бы, понимаю процессы. Особенно в творческих людях. И, и, то есть, вы хотели проблему алкоголя решить вопросом наркотика, да? А потом оно все соединилось вместе. Ну, как-то уже по-разному у каждого. Вот, поэтому, вот, я вам рекомендую. Возьмите блокнот. Блокнот. Есть ручка, блокнот. Да, конечно. И пишите каждый день. Что вам нужно сделать? Не организуйте свое какое-то предприятие. Ну, вам, ребята, вы запомните. Самое главное, вы есть, любой человек, это есть бренд. Ну, вот, как Nike, Adidas, там, ну, что угодно. Вы есть бренд, вообще. Вы личность. Вы так богом созданы. Вы личность. И, если есть дело в жизни, значит, вы его должны, ну, как бы, украсить. Вы его должны, ну, о культуре. То есть, создайте свою организацию. Или, там, арт, там, продукшен какой-то. Или альтернатива, центр. Ну, подумайте, родители сердца, сделайте логотип, зарегистрируйте это. Все, вы уже не просто, как вас зовут? Саша. Саша, да? А вы уже будете не просто Саша, вы будете Александра, как по имениручь-то? Владимир. Александра Владимировна. Вы начнете себя, ну, ассоциировать, ну, как, очень важно, наркомании, вообще, алкоголизм, ну, в любой, когда вот жизнь, ну, давит на дно, когда люди уже на дне, вот они, как бы, хотят прорваться в этой жизни. И вот они на дне, да? И когда уже все начинают, ну, крест ставить на человеке, и человек более-неболее, он, как вам сказать, он, ну, он просто смиряется с этим, и он такой уже, как бы, ну, как бы, он уже такой вот, никакой, да? То есть, вам надо вот эту ситуацию перевернуть, побороть ее. То есть, Александра Владимировна, да? Да. Александра Владимировна, звучит, да? Ну, генеральный, там, глава правления, там, организации, арт-продукцию. Это элементарно. Это, ну, такая, это оболочка. Но самое главное, что вы уже умеете, вы умеете рисовать, вы умеете это делать и так далее. И я вам советую на будущее, вы допомните, ребята, что, ну, вот эта проблема, наркомания, алкоголя, это, как сказать, это, ну, она, она может, ну, об этом надо помнить всю жизнь. Даже если вы добьетесь чего-то в жизни, а вы добьетесь, я в вас верю, ну, элементарно, вот, то вам нужно помнить, что вы должны всегда где-то быть в сообществе, вы должны быть где-то, ну, в группе, и вы должны и церковь посещать, или, ну, где угодно, вы должны понимать, что в этом вопросе расслабляться нельзя. В этом вопросе нужно постоянно бодрствовать и постоянно держать себя в фокусе и понимать, что, ну, малейшее какое-то расслабление, оно все равно приведет к нему. Я знал людей, которые по 20 лет не употребляли наркотики, их за неделю не становилось вообще, они давали себе какую-то остановимую. Это, ну, огромный труд титанический, огромная работа над собой. Но если человек загоняет себя в такую пропорцию, загоняет себя в такие рамки, он становится личностью. Он не амеба, который ходит, знаете, и критикует всех, а это человек, который добиваются чего-то в жизни только благодаря стесленным обстоятельствам. Наши стесленные обстоятельства — это то, что мы понимаем, мы божии, мы постоянно понимаем, что здесь меня что-то может сбить, здесь меня может что-то соблазнить, здесь меня может что-то... Здесь этот человек на меня может плохо влиять, здесь оно повлияет на мою завтрашнюю жизнь и так далее. Всегда надо об этом помнить и идти к цели. Цель у вас должна быть направлена, допустим, вы рисуете, вы начнете реализовывать деньги какие-то. Я вам рекомендую, это ко всем относится, я вам рекомендую, сделайте себе удалить, какая-то благотворительная должна быть. Какая-то должна быть десятина, это в принципе успех успешных людей. То есть вы должны, если вы научитесь, так дело все, у вас это МОН, она не задает. Вы всегда будете отвечать на нужды вообще людей, которые точно в такой же ситуации может быть. Поэтому здорово, когда есть мечта, вам просто надо теперь это все прописывать, писать пошагово, например. Ничего сложного нет, абсолютно, вообще именно. Вот представьте, у вас своя печать, свое все, и вы просто начинаете находить партнеров, разных людей. И ваш минус, который был, нам кажется в голове, что это наш минус, да, вот мы наркотики, мы подвели, мы там деньги, там все. Это становится большой, ну, позитив вообще. Это, ну, это актив, это из позитива, ну, из негатива в актив, ну, становится. Вот, поэтому здесь очень важно, ну, помните об этом. Вот. У кого еще какие мечты есть, ребята? Говори. Например, я хочу стать трекером. Трекером? Ну, классно. Ну, классно. У меня уже есть даже несколько трекеров. Здорово. Но я, например, здесь не могу ни чем заниматься. Не надо тебе. Тебе самое главное, смотри, тебе самое главное – сформировать внутреннего человека. У меня есть фундаментальный. Нет-нет, фундаментальный. У меня есть фундаментальный, но я не человек. Если мне с ними пообщаемся. Сто процентно пообщаемся. Ну, за моего человека я не переживаю. Да они вообще не переживаю. Абсолютно не переживаю. У меня это игра на музыкальных инструментах. Так ты хочешь сказать, что тебе не разрешают играть, да? Нет, в том числе здесь у меня нет возможности работать. Мне надо работать на студии, мне надо идти на студии, записать еще один проект. У меня готовый стик, у меня есть музыка, мне надо записать трапон. Вот, как тебе зовут? Как тебе зовут? Максим. Максим, вот смотри, секундочку, это тоже ко всем относится. Ребята, смотрите, есть такая ситуация, когда человек бросает наркотики и появляется мечта, появляется цель какая-то. У меня мечта была постоянно. Сейчас, сейчас, подожди, можно? И человек начинает загораться, да? У него начинает, ну, прет просто, да? Он что-то сейчас, вот как ты сейчас, да? Буду сейчас, мне студия нужна, мне это, мне все, я готов, все, отпустите меня, я уже готов, все. Я уже пришел реабилитацию, я уже, ну, я уже на вершине, я уже все, я знаю, я уже два месяца не употребляю. Здесь тоже западня очень большая, ребята. Очень большая западня, почему? Потому что очень важно сделать все в свое время, но не торопиться, ну, спокойно. Здесь, здесь, здесь очень такие вещи фундаментальные. Вот, в данном случае, в данном случае, здесь нужно успокоиться. Но суть в том, что я хотел уже бы сделать, я хотел уже бы бросить небольшой альбомчик. Это о чем я и говорю. Вот, но я конкретно. Есть, смотри, вот, в центре. Я, получается, от своих запланированных целей уже отстаю. Максим, смотри, есть в центре порядок, насколько я понимаю, в центре. Есть люди, есть люди, которые отвечают за процесс реабилитации и так далее, и так далее, и так далее. Это те люди, это твои наставники. Смотри, есть акт, такое, знаешь, как смирение называется. Это очень важно, научиться этому. Почему? Потому что, ну, поддержание, смирение, ну, благодарное, да, людям. Если ты, значит, у тебя и так, то научиться этому. Если ты этому научиться, там, допустим, то ты, вообще, ты не гонишь все. Ну, я умею, так же. Да, ну, так умею. Знаете все. Максим, согласен. И смотрите, ребята, у кого еще какие есть, ну, вот, кто бы хотел еще? Ну, допустим. Есть уже какие-то наработки, ребята? Ну, кофей, я не хочу, понимаете. Ну, класс. То есть, вот, есть понимание, что вы что-то хотите, ну, делать, да? Вот, хотите делать. Не просто быть, ну, наемным. Потому что наркоманы, они же, ну, творческие люди, все, вот, как бы. Они, ну, найти наркотик, деньги, там, быстро все прошевели в программу. Ну, человек быстро ориентируется. То есть, ну, вы могли так заточить, да? Ошибка еще какая. Почему вот я акцент всегда делаю на том, чтобы иметь свое дело? Оно рождается из сердца, рождается из мечты, из, допустим, призвания. То есть, тот, что в школе ты даже мечтал, но ты из-за этих наркотиков не смог это успехить. Почему? Потому что, если ты придешь на работу куда-то, с дядей, да, там, допустим, или еще куда-то, рано или поздно человеку становится неинтересным. Рано или поздно человек, ну, опять, опустимая жизнь, ему опять хочется, ну, вывоз, знаете, вот, наркотики, опять, вот, ну, замкнутый кукле, иди, где же, там, кукле. Здесь самое главное, вот, кто ты не хочешь, все, только, ну, подумай, кто, кто в этой сфере видит тебя, кто, ну, посчитай, как это все правильно формировать, место, говорю, сколько денег тебе надо, может быть, есть возможность финансовый, я не знаю какую твою ситуацию, может быть, какой-то фанчазм, или фанчизм какую-то, или еще. Ну, думай, понимаешь, думай, размишай, самое важное научиться размишать, каждый день, размишай, как, ну, как, как я буду действовать, как кто я буду делать, а кого я знаю, а кого не знаю, а с этим я буду делать, а с этим я не буду. это все понимают это не научиться это жить она не она она 100 процентов она это просто вот наркоман наркотиков не станут но это заблуждение вот и очень важно теперь это нереально никого не все все добивайся но самое главное это все по уму и самое главное это вам знаете очень важно приобретать то есть не идеалы какие-то знают а вот самое главное на этапе если вы проведете эти сцену нормально это поможет вам это поможет вам увидеть как правило человек приходит без денег но у него нет страшное желание мечта но благодаря своему то есть то есть то же самое ребята вы можете просыпать у вас какие-то могут приходить вам могут приходить какие-то какие-то идеи даже вот общайтесь ходите на круг общения друг другом потому что общаясь с друг другом вы услышите идеи какие-то вы услышите какую-то информацию какой-то раз сразу записал через полгода люди которые не записывают они ну они как бы теряют то есть пишите пишите прописывайте думайте об этом если вы поставите в процессе реабилитации вообще в жизни проходят разные мысли в голове да ну какие-то воспоминания опять какие-то запахи там все свободно это национально это красная мысль и здесь получается очень важная альтернатива это не подходит во сколько у человека появляется мечта появляется в жизни во сколько это все появляется он сразу может ну сделать альтернативу вот этой дамы только так в разные понимаете еще какие-то мечты это это поверьте это очень важно вам да а ты в этом знаешь это это да да ну смотри так ты вообще можешь найти так да а сколько тебе есть и все и у тебя все впереди а и вот ну коль учился да все нормально так очень это все здесь все и все и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Молодец, красавчик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Допустим, как распорядиться Субтитры сделал DimaTorzok Да, или же финансами Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кроме того, что он работал на кого-то Воспользовался этими возможностями И создал своё дело То есть у вас тоже самое У вас уже есть опыт Есть какие-то отношения с людьми Есть какие-то наработки, связи Вы понимаете, как это работает То есть, ребята, мы это говорим, вы принимаете для себя эту информацию, и вы, самое главное, просто теперь аккумулируйте это, как вы, как президент этого всего движения. Как анзас-подография? Спринт, что-то спринт, не помню сейчас. Они наши партнеры, господи, я забыл. Спринт, ну, напомню, я вспомню, скажу, любой человек, кто-то еще руку позвал? Да, я буду большим хирургом. Вот видите, как он сказал? Очень важно, нюанс, он уже утверждает, я буду, то есть, классно, то есть, я буду уже, не просто я там себе рисую что-то, я буду, это о чем речь? О том, что человек уже, он уже, ну, проработал этот момент, он уже знает, а как, за счет чего? Ну, вы будете. Ну, принял твердое решение, я в третьем курсе учусь медицинского, и мне понравилась вот именно хирургия область, но вот детально именно, там, пластическим хирургом, там, или онкология, то еще надо попробовать. Вот хирургия мне очень понравилась. Вот я принял твердое решение, что именно в этой, специально в этой пути я выбрал. Восстановиться, да? Ну, сейчас у меня игровая зависимость. У меня ставки на спорт, ну, легкие деньги, знаете, вот. Да, это я сейчас сама программу написали, кстати, по этому вопросу, и во всем мире такая тема есть. Ну, в Европе она очень развита в том плане, что человек ставит на спорт, ну, там, на игры, там, на футбольные, там, и тут же сразу в букмекерской контроле лежат, там, брошюрки такие, там, если вы устали, если вы, ну, то есть они сразу, там, вымутли в центр и так далее. То есть здесь для себя надо понять, такая вещь. Выиграть здесь невозможно. Вы только кормите одного человека, который кормит там свой обслуживающий персонал. Все. То есть вы должны понять, ребята, любое движение, водка, сигареты, неправильное питание, там, игровая зависимость, вы должны просто сказать, вот сядьте себе и, скажите, блин, я кормлю дядю Пузатого, который сидит где-то в Раде или еще где-то, и живет на Мальдивах, где хочешь. А я, а я просто жертва всего этого движения, я кормлю это. То есть я беру или зарабатываю, или ворую, или выношу с квартиры, или еще что-то, но я все несу для того, чтобы один процент людей жил именно за счет всех остальных. Вы должны просто для себя это просто понять, и у вас должны открыться глаза, и вы должны сказать, стоп, я так жить не хочу. Я не дурак именно. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Вы должны разозлиться сами на себя. Вы должны просто сказать, стоп, я не хочу кормить аптеки, не хочу кормить, никого не хочу кормить. Я хочу кормить сам себя, внести благо в это общество. Почему? Потому что если человек несет благо и добро, это его защита, и он за счет этого выживает. Ну не возвращается ни к наркотикам, ни в чили. Все, вам надо восстановиться, да? А что, помощь как-то может познать? Да нет, это все есть. Не-не, я имею в виду восстановиться и так далее. А, ну вы не видите? Да. Не, сейчас я в Академию отпуска взял. То есть мне числил или ничего? Не, все хорошо. Ну вовремя, так сказать. Вовремя, да. Вовремя восстановиться. И это время пока есть, его немного, то надо по максимуму. Потому что учеба... Сколько лет? Не 20. Господи, вы такие молодые, что у вас... Ну, не губите себя. Да? Ну реально не губите. Вообще, вы видите, вы... Вот видите, какая тенденция? Вот я так пообщался, 5-6 человек и все... В принципе, кто-то художник, кто-то, ну там, аэтишник, кто-то рэпер, кто-то в мединституте, кто-то вот вы маркетолог, да? Маркетолог, ну еще люди руки поднимали. Вы, по-моему, хотите стать кем на пути? Ну, предпринимателем. То есть все люди такие вот, как бы, не просто там, да... То есть нормальные, интересные, классные люди. Вы должны понимать, что вы есть... Представьте, вы все предприниматели. Это те люди, которые создают рабочие места. Те люди, которые платят налоги. Те люди, которые, в принципе, поднимают экономику страны и так далее. Это на чем держится вообще государство. Вы должны просто сесть и подумать. А что произошло вообще в жизни? Я, ну как бы, учился нормально. То, 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 то делал. Все у меня нормально было. А что произошло? Сядьте, просто прокрутите это кино, это прокрутите. Просто, ну, вспомните вообще, почему, почему я стал жертвуя, чего я стал жертвуя вообще. Неужели этот наркотик, он такой классный? Вы же сами поняли, что это зависимость просто. Тупая зависимость. Которая не приносит ни радости, ни ничего абсолютно. Общение ноль. Ну, какое общение с наркоманами? Никакого. Одно только грязь, неправда выросло и так далее. Головные боли одни, проблемы и так далее. Дома мира нет. Нигде порядка нет. Все рушится. Все, ну, куда никак ни везде все. Это любой зависимости, да, касается? Любая. Любая. Любая зависимость, ну, это... Она просто разрушает. Здорово. Все, тогда вперед. И надо ориентироваться, вот... Ребята, найдите двух общения хороших. Тянитесь к успешным людям. Тянитесь к людям, которые, ну, которые вас будут обогащать. Тянитесь к людям, которые будут вас... Ну, у которых вы будете учиться чему-то. Ну, вот вы выйдите из центра, ходите на тренинги, ходите на семинары, ходите... Ну, сейчас куча, ну, возможнот. То есть развивайте. У вас должно быть постоянно, ну, постоянное развитие. Ну, постоянно учеба, постоянное развитие. То есть это и то, о чем мы говорили, это человек, это называется бодрство, чтобы не вернуться опять наркотиков. Почему? Потому что если сесть, прийти домой, сесть и что я делать буду, или так далее, то сразу там вы увидите сверстников, друзей каких-то, или сам втихаря сначала захочешь, а втихаря тут не получается. И все. Поэтому вам здесь нужно очень потрудиться в центре для этого. Но здорово, что вы... А есть еще какие-то вот идеи, какие-то мечты у кого-то? Не стесняйтесь, ну да. Я бы хотела открыть культурный центр для мероприятий, выставок и так далее, но до этого я решила оставаться здесь. Ладно, вот видите, как сразу вот две девушки. Раз, они... Нет, вот просто, ну интересно, да, вот как сразу какие получаются... То есть вы сразу можете начать общаться на эту тему, ну какой-то опыт и так далее. А у вас есть ли какой-то уже опыт, да, допустим? Нет, мне 19 лет. Ну, интерес запал. В Германии проживала, там вот такое... В каком городе? В Нюрнерге. У нее дочка живет в Нюрнерге. Вот ей тоже 18 лет. А вы еще поедете в Нюрнерге? Она тоже, кстати, у меня танцорщица, творческий человек такой. Я надеюсь, что да. Не, серьезно. Я часто бываю в Нюрнерге. Очень часто. У меня запрет на въезд до сентября. А почему? Я проживала 6 лет. Мне года не хватило до... Интерстанцева. Ага. Но так как жила сама, год была там нелегально. Пока мама не забрала, я же был призомленом за пухой. Ну а вы хотите обвернуться обратно туда? Не знаю. Просто надо решать или здесь опять, 2-3 года назад. Ну да. Я почему говорю, что Германия, это такая страна, вы же знаете, она очень... Ну как бы если бесцельно там или еще что-то... А? Идентичная. Да. Ну там должна быть какая-то цель вообще. Ну ради чего там все это дело делать. У меня дочка, она мечтает там открыть, например, ресторан украинской кухни. Она говорит, ну в Нюрнерге, по-моему, нет украинской кухни. Вот. И она раз такая, ну как бы начала, говорю, а что ты хочешь, например. Она, ну там математика не нравится, а что хочешь. Она говорит, хочу, например, украинскую кухню. Нашла проблему, видите, то есть нюанс такой, да. Есть ситуация, как можно найти себя, да, допустим, в жизни. Ну 18 лет, молодая девочка, да, как найти? Увидела проблему, ну не то что проблему, а возможность, да, что нет украинской кухни. Много украинцев вообще. Украинская кухня, она классная. Как, с чего начать, например. Вот дело сразу появляется. И вот в эту точку надо сразу бить. Слушайте, вы такие вообще потенциальные, вы очень ресурсные. Вы вообще, ну, представьте, какая география вообще. Давайте дальше знакомиться. Слушайте, я вам оставлю, я извиняю, я вам оставлю свои координаты в очередь. Я вам серьезно говорю, я если вам там по нему или что-то, ну, вы главное в себе определитесь. А как еще раз культурный центр, да? Именно разные мероприятия, выставки, когда молодые художники могут себя показать. Музыканты, встречи, я даже думала, аналоговых наркоманов там организовывать. Класс, класс. Вот представляете, о чем вы мечтаете? Это вообще золото. Ты в Нюрнберге на вокзале выходишь, и там ужас вообще. Ханы, да? Там ужас, что творится вообще. Наркоманы со всего Европы. Нюрнбергский вокзал считается третьим. Третье место занимает их самых опасных по всему миру. Да. Я видел эти лица, эти методоновые движения. И я сам, когда я туда приезжал, у меня сердце самого болит, думаю, какое-то движение здесь можно сделать. Дай бог, может быть, когда-нибудь, потому что оно никуда не девается. И классно, что вы мечтаете, пишите. Я ставлю свои координаты, реально, проходите это все дело. И там можно сделать это, я знаю, союз Баварии, земля Баварии, там люди, которые, молодежные организации, всякие, и так далее. Там можно это все делать, и там уже можно бизнес-проекты поставить, подать на какое-то финансирование, и так далее. То есть, вот думайте об этом, вы когда думаете об этом, вам приятно становится на сердце? Вот любой человек, когда думаете, вам становится приятно на сердце? Да, какая-то, как иковость подарки. Вдохновение. Вдохновение, да, смысл появляется. Вот это очень важно, ребята. То есть, можно говорить о чем угодно. Но если вот этого не будет, ну, это тупик, это дорога в никуда. То есть, можно сто лет проходить реабилитацию и так далее, но если не зажжется искр, то все. Вот. Я прошу прощения, вы, что-то говорили, вы хотите семейный отдых, да? Да, у меня несколько лет арендовал Паню, но она превратилась в семейный отдых. Но 90% семейные люди ходили. Так. В основном, в сезон, у меня время было, ну, кроме понедельника, утром расписано уже. А вы арендовали Паню, да? Да. А можно такой бизнес, да, арендовать Паню, да, допустим? Да. Ну, ее сейчас купили, сейчас по-другому можно перефроматироваться. И хороший бизнес, да, это? Ну, это тяжелый бизнес. Тяжелый, да. Тяжелый. Летом, как бы, совсем. Но это устраивало праздники, детские дни рождения, просто дни рождения. Хотел бы, конечно, в какой-то комплексе возле воды, чтобы это было, понимаете, база воздуха, чтобы там рыбалка была, и баня была, и спа какой-то центр был, и какие-то, ну, не знаю, там залы для занятия йогой, йогой, и спортивные тренажеры на улице были. И поле для стройкболок у нас, для такого более активного, как бы, котир, какой-то, ну, такого плана. То есть вы с уровня бани уже выросли. И вам уже надо... Да, ну, у меня вообще профильное образование в отельное господарство, ну, то есть сфера обслуживания. Мне не важно, там, бани раскрутить или базовую, как раз, ну, видите, какой у вас Иисус есть. Вы знаете, как это сделать, процесс дали. Все. Вам тогда вообще и карты в руки, как говорят. Вам надо просто самоорганизоваться, надо принять решение. Ну, я случайно заглухал. Не бывает. Ну, я берег из бани сюда сдал. Привез и сдал. Ну, слава богу, что сюда сдал. Ну, это жизнь. Это жизнь, ребята. Это никуда ты этого не... Мы все равны тут, как бы, тут, иду. Видите, как... Я зато теперь узнал, что такое спайс, и тут соли. Я не знал, как... Да. Такие центры, чем они ценные вообще? То, что они объединяют людей. То есть, ну, беда пришла, да, и тут нету крутой ты, не крутой бизнесмен, политик, депутат. Не важно, кто ты. Тут как в бане, все равны. Вот и все. Вот и вся программа. Поэтому надо выливаться от этого. И реально просто понимать, что жизнь, она пролетает очень быстро. И нельзя, ну, тратить эти годы вообще никуда еще. Понимаете? Ну, все. Решайте вопросы. Ну, вы это... Главное, главное выйти отсюда. Так бывает, это ж не тюрьма, во что вы суть отъезжаете. Продолжение следует. Продолжение следует...